Всем привет, добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами традиционный ролик с мастхевами на новый сезон, в этот раз на осень и зиму. Я покажу вам то, что я выбираю для себя, но главной моей целью является то, чтобы смотивировать вас на разбор ваших косметичек. Ну а теперь приступим к тому, что я тут подготовила для себя и расскажу вам. Поехали! Наша первая категория это тональные кремы, биби кремы, все для однородного, красивого, ровного тона лица. И не знаю как вы, а я зимой могу себе позволить чуть больше покрытия, но я все равно выбираю что-то с увлажняющими свойствами и скорее сияющим финишем. И положа руку на сердце, могу вам сказать, что если бы я не вела свой блог, мне не нужно было бы постоянно пробовать что-то новое, что-то по вашим запросам приобретать и так далее. Я бы однозначно продолжила бы пользоваться биби кремом от бронда Пупа, он конечно же у меня есть, он для меня вообще фаворит еще на любой сезон. И также нужно его заказать для себя, это тональный крем от Поэза, который выглядит вот так. И он очень хорошо распределяется, он дает среднее покрытие, он превосходно держится в течение дня. И он не позволяет вашей коже пересыхать, он очень комфортный на лице и он скрывает все недостатки. Лицо такое знаете, с эффектом glow и на него очень хорошо наносятся последующие средства. Любая пудра, там румяна, бронзеры, кремовые, суховые, какой захотите. Ну в общем, это из бюджетного сегмента или скорее такого миддл маркета, в зависимости от того, где вы будете заказывать. А вы просили меня показать что-то новое из люкса. Вообще будет отдельный ролик с моими фаворитами, но все же из тональных кремов у меня кое-что тоже имеется. Я приобрела себе тональный крем от Shiseido, который как раз соответствует всем моим требованиям. Но это скорее легкое покрытие и по сравнению с моим любимцем от того же бренда Shiseido Synchro Skin Glow, вот этот он дает вот именно больше сияния за счет наличия каких-то светоотражающих частичек. То есть вот там что-то намешано такое, да, в самом тоне. А это больше как увлажнение с примесью тонального крема. Это легкое покрытие и он не жирный, он приятный. Мне больше всего нравится распределять его кисточкой или пальцами, потому что он жиденький и все-таки спонж съедает много средства. И в целом приятный тон. Единственное, что я покупала его тогда, когда я была загорелая и до сих пор такой, и остаюсь, и мне чуть-чуть светловат оттенок. Но я не хотела брать что-то, что я могу использовать только во время лета или после лета. Здесь SPF 30, мой оттенок 250. И для меня это тот цвет, который подойдет мне именно на осень и зиму. Приятный тон, такой легенький, на каждый день прям отлично. На возрастную кожу, на молодой. Если вам нравится что-то легкое и вы готовы доперекрыть какие-то там капиллярчики, постактные и в принципе пигментацию и так далее при помощи корректора, то можно выбрать такое средство на каждый день и дополнительно добавить покрытие за счет чего-то другого. А если у вас просто хорошая кожа и вам нужно чуть-чуть что-то скорректировать, то вам тоже должно понравиться. И второй тональный крем, который я покупала на самом деле еще зимой, тогда, когда он у нас появился в продаже. Это дизайнер Glow от бренда Armani Beauty. И это перезапуск дизайнер Lift. Мне кажется, что дизайнер Lift был более увлажняющим. Он мне тоже очень нравился. И это тот оттенок, который мне тоже сейчас в принципе там плюс-минус подходит. Больше бронзера будет окей. 2,75. Это мой оттенок чуть-чуть загорелый. Он будет поплотнее, чем Shiseido. Он очень хорошо распределяется, но он легкий. Все равно это категория легко перекрывающих тональных кремов. Он тоже увлажняющий, с таким именно влажным свечением. Здесь нет никаких блюсточек, ничего такого. Комфортный, приятный. На зиму самое то. И на осень, конечно же. Что по стойкости? Спросите вы, конечно же, на комбинированной жирной коже используем какую-то пудру. Можно рассыпчатую, прозрачную. Или наоборот компактную, типа MAC Mineralize. Для того, чтобы это прям точно продержалось. Но у меня таких проблем нет. Если же вы любите Super Glow, а я такое часто практикую именно в реальной жизни, потому что на камере это не очень. Два средства с мега легким покрытием, но такое свечение, как делают они. Если вы не готовы мазать это в Т-зону, то можно хотя бы нанести по периферии. Это очень красиво. Первый бюджетный вариант от Catrice. Он у меня еще в таком чуть загорелом оттенке. Номер 20. И некоторые из вас писали, что оно имеет такой специфический запах. У меня его нет. Просто пахнет какой-то косметикой. Такой необычный спонж. Если не хотите Catrice, то можно попробовать заказать от Elf, например. Я себе таки купила от MAC. Достаточно давно. Опять же, не было еще в обзорах. Это Skin Tint, но это очень-очень сильно сияющая штука. Нравится мне, как это выглядит на лице. Можно подмешивать в тональный крем любой, даже какой-то стойкий. Но это не особо прям что-то скроет. Но посмотрите, даже вот так издалека видно, какое это сияние. Catrice. Для сравнения, если присмотреться прям совсем близко, то здесь нет никаких блесточек. Вообще, сияет теперь все. Ну, в общем, я думаю, что вы поняли, о чем идет речь. Если хочется немножко это успокоить, то T-зону фиксируем какой-то пудрой. И тогда по периферии блестим, как модель из TikTok. С консилерами у меня не густо, я купила только один с таким финишем, как нравится мне. Он очень кремовый, он увлажняющий и также сияющий. И это сияние заметно. Пока ты его не прибьешь пудрой, он сияет прям достаточно так интенсивно. И это версия Shape Tape Radiant. Это не то же самое, что Creamy. Это не то же самое, что классика. Он гораздо легче. И он со светоотражающими частичками. Я такое люблю. У меня есть впадины под глазами, но каким-то чудесным образом все это дело не подчеркивает их. Я фиксирую его сейчас моей любимой пудрой под глаза от бренда Avaline. Если у вас не продается Tarte, то можете купить, например, от Lancome. Они достаточно похожи. Lancome, возможно, чуть менее перекрывающий, но вот если хочется слегка скорректировать какие-то цветовые нюансы под глазами, придать себе свежести, не перегрузить эту область. Если вы молодая девушка, если вы, в принципе, выбираете такой макияж, если вы уже женщина в возрасте, то тоже стоит отдавать предпочтение чему-то более увлажняющему. Это всегда вас больше украсит, чем что-то такое сверхплотное и фиксирующееся насмерть. Дальше несколько слов о тушах. Как же мне нравится тренд на цветные туши, особенно всякие коричневые, бургунди. Я не тот человек, который будет краситься розовой тушью, какой-то оранжевой или тем более голубой. Если вы такое любите, то класс. Сейчас ваше время, большой выбор. У меня есть все оттенки радуги от бренда Han. И сейчас вот я заканчиваю тушь Brownie Cherry. То есть она не то чтобы прям супер шоколадная, она с небольшой краснинкой. И она очень красиво оттеняет радужку глаза. И это еще более интересно и красиво смотрится в повседневном макияже и даже чуть-чуть нижнее. Даже при том, что я наношу так обильно тушь на ресницы, у меня сейчас один слой. Это все равно делает меня нежнее, что ли. То есть мой макияж не смотрится настолько тяжело. Следующая тушь, которую я открою тоже от Han, будет в оттенке бургунди. Вот это очень интересно. И также у меня есть баклажановые. Это то, что я выбрала для себя на этот сезон. Насыщенный такой прям настоящий баклажан. И мне очень нравится щеточка. Она силиконовая. С одной стороны зубчики длинные, и они дают разделение и даже удлинение. А со второй стороны щетинки более короткие. И это помогает добраться прям до корней ресниц. И как бы хорошо окрасить это место. Это придает объем. И так более обильно наносится сама тушь. Туши классные. Не размазываются. Не отпечатываются. И если вы пользуетесь какими-то цветными тушами в таких оттенках, то пожалуйста поделитесь и вашей рекомендацией в комментариях. Конечно же помады. Это самое простое, что может слегка освежить нашу косметичку. И конечно же наш образ в целом. Приготовьтесь. В этом сезоне нас ждет бум на увлажняющие средства. Это помады, это стики, тающие бальзамы. Какие-то масла для губ. Блески с глаз эффектом. В общем все про увлажнение. И это очень классно. Потому что зимой и осенью практически у всех сохнут губы. Первая помада из среднего ценового сегмента. Но не потому, что она дешевле остальных. Она у меня дольше. И это линейка L'Oreal Glow Paradise. Оттенок 191. Насколько она комплиментарная. Такая она приятная. Очень красивый выразительный нюд. Который многим подойдет. Она не светлая. Она не перенесет нас на 30 лет обратно. Где мы все закрашивали губы типа корректором с коричневым карандашом. Очень красивый нюд. Который действительно освежает. Который приятно ощущается на губах. И если использовать более стойкий карандаш, она его не разъедает. Она вот такая и в пир, и в мир. И на каждый день накрасится. И к вечернему макияжу. Я ее очень сильно люблю. И часто с собой тягаю. Поэтому она уже такая немножко потрепанная. Следующая помада такого же плана. Они конечно же отличаются. И по цвету, и по свойствам. Это не аналоги. Но насколько же мне нравится то, что делают сейчас у YSL Beauty. И я потом уже увидела, что у них появились кремовые румяна. И там такие цвета очень красивые. Но вернемся к помаде. Она в тяжелом футляре. И я выбрала оттенок, который очень часто распродан. Я еле его поймала. И сейчас не будем тратить время. Напишу вам в описании. Это помада, которая с увлажняющим финишем. С глянцевым эффектом. С полупрозрачным оттенком. Если мы говорим о каких-то светлых цветах. Или с насыщенным. Например, вы любите там малиновые. Всякие красные. Они такие, знаете, не детские. А очень даже заметные. На губах. А это у меня нюдик на каждый день. Вот по сравнению с первой. Видите, она такая. Ну бежевая. Коричневая, наверное, так. Я всегда беру что-то потемнее в качестве контура. Немножко заполняю все губы. Растушевываю и добавляю эту помаду. У нее фирменная душка YSL. То есть пахнет, как все предыдущие помады. И она скользит. Она тает, как бальзам. Она более кремовая даже, чем L'Oreal. То есть это вообще разные средства. И она вот под действием тепла наших губ скользит. Очень приятно наносится. И я ни разу не жалею, что я ее приобрела. Следующая помада бальзамного типа от бренда Lancome. Мне было так интересно их попробовать. Я увидела это комбо на польском визажисте. И она говорила, что и карандаши хороши. Если вы меня знаете, то я редко покупаю карандаши из люксового сегмента. Но тут приобрела вслепую оттенок карандаша 33 Idol Nude. Сейчас скажу, это не совсем такой прям нюд-нюд. В общем понимании этого оттенка. И помаду себе выбрала не нюд. Потому что не вижу, где цвет. I'm sorry, напишу. В общем, это помада кораллового цвета. И я, конечно, думала о нюде. Но так как нюд я взяла от YSL. И это украшающий меня оттенок. Она как будто немножко с ментолом. Знаете, тоже так скользит. Так ровно наносится. Не плешивит. Она будет ярче, конечно, чем помада от L'Oreal. И карандаш. Девочки, не нюд. А чем-то мне напоминает Pillow Talk карандаш. Возможно, чуть больше персика здесь. То есть менее розовый, чем Pillow Talk. Но вместе это так свежо. Это так легко. Это прям девичий какой-то облик. И когда у тебя сияет тон и румяна с таким, знаете, здоровым блеском. И эта помада, ну, супер фреш. Очень красивая. И карандаш действительно стойкий. Он гелево-кремовый. Даже можно сказать, достаточно стойкий. Держится это прилично. И плотность цвета карандаша тоже радует. Можно закрасить все губы и поверх добавить вот эту помаду полупрозрачную. В общем, играюсь оттенки огонь. Если вам нравится то же самое, то можете мне довериться. Эта комба чем-то напоминает мне то, чем я красилась всю весну и все лето. И когда я показывала вам помаду и карандаш от Поэза из их линейки The Kiss Lips в Москве на весну и лето. Я вам говорила, девочки, записывайте. Потому что потом будете миллиард раз спрашивать, что у тебя на губах. Я этим красилась на все праздники, на причастие, на каждый день для съемки, для фотографий. Когда хотелось выглядеть более выигрышно. Это очень красивая персиковая помада. Конечно, это матовая помада, она более стойкая и карандаш к ней. Глянцевая версия моих любимых оттенков. А это более плотная, матовая от Поэза. И, конечно же, стойкая. Кстати, девчонки, забыла сказать. Еще на этапе люкса я очень редко покупаю что-то в стационарных магазинах. Потому что у нас настолько сильно задирают цену, что гораздо лучше заказывать онлайн. И я часто приобретаю что-то на мейкапе. Я вам также оставляю ссылки на Makeup.ua. Но мейкап представлен во многих странах. Я когда увидела флажки, я специально зашла посмотреть. Я заказываю на польском мейкапе часто что-то. Но я увидела там даже те страны, где они представлены, о которых я не подозревала. И у них действительно самый большой выбор. Очень классные цены, быстро доставляют. Заказала и через день это уже у меня. И очень большой ассортимент и декоративки. И ухода, и ароматы у них тоже есть. Как нишевые, так и люксовые. И что-то из более доступного сегмента. И все равно по ценам они действительно выигрывают в 100%. Если говорить по сравнению там со стационарными магазинами. Конечно, ассортимент в Польше и в Украине отличается у вас. Гораздо больше выбор. Но я даже через свою маму заказала то, что очень сильно хочу. Но об этом мы с вами поговорим потом. Жду, когда мама передаст мне мою посылочку. Всякие увлажняющие бальзамы для губ, масла и так далее. Ой, девчонки. Купила я себе Роуд. У меня оттенок Риббон. То есть один из самых светлых. Такой слегка розовый. Это, конечно, приятный бальзам. Он очень красиво блестит. Он очень хорошо увлажняет. Я за него заплатила очень много. К сожалению, на мейкапе этого нет. Но я не могу сказать, что это прям очень сильно отличается от блесков Clorans. Это достаточно близко. Поэтому, если вы хотели бы получить похожий эффект, можете приобрести Clorans. Любой оттенок. Если вам сильно хочется то, что в руках у очень многих модниц, фанатов косметики, блогеров. И просто девчонок, которые любят краситься или что-то такое модненькое, новенькое. Можете заказать Роуд. Но я вот, наверное, не буду пока что покупать какие-то другие цвета. Потому что это очень дорого. Это в Польше не продается. Это приходится через кого-то там заказывать, перезаказывать и так далее. Переплачивать. Поэтому нравится. Классно. Конечно, я буду пользоваться. Если Роуд появится в Польше, то буду покупать больше цветов. Но прям гоняться за этим я бы не стала. Упаковка простая, красивая. Мне нравится все, что связано с брендом. Как они себя позиционируют. Как они устраивают свои рекламные кампании. И вся вот эта коммуникация, это заставляет тебя это хотеть. Вот эта глазурь на пончиках. Это просто гениально. Они гении маркетинга. Это точно. Классный бальзам. Единственное, что если нанести его прям сильно обильно, так как показывает Хайли Бибер, это бренд Хайли Бибер, то у меня это растекается. Если наносить такой бальзам поверх карандаша, смотрится просто отвал башки. Извините за выражение. Но такого плана средства всегда разъедают карандаши. И со временем у тебя остается четкий контур более темный и просто увлажненные губы. Так что смотрите сами. Хотите тоже классное средство, но имейте в виду, что есть и какие-то альтернативы. И я буду искать замены. Как минимум это Clorance. Приобрела я себе масло от Fenty в таком вот ярком оттенке. Но на губах оно светленькое с небольшой краснинкой. Честно, Dior мне нравится больше. И аромат, и текстура. Это хорошее масло для губ. Я ничего не могу сказать. Но упаковка какая-то такая немножко как бы детская. Многие говорили, что это что-то прям вообще вынос мозга. Хорошее масло. Но как-то Dior даже как будто презентабельнее. И оттенки тоже на самом деле похожи. Поэтому гоняться вам не предлагаю. Лучше закажите себе Dior. И аромат мне там тоже нравится больше. Но из бюджетного сегмента это масло для губ. Очень приятное. Посмотрите, сколько у меня ушло. Особенно вот этого светлого. Здесь большой спонж. Но если достать, то видно, что его там совсем чуть-чуть. Это тентующие масла для губ. Они и увлажняют, и дают красивый глянцевый блеск. И вот это такое чуть-чуть розовенькое что-то тентует в более темный оттенок. Очень красиво, без ничего. Они, кстати, не так сильно разъедают карандаши. А вот это масло, драма-мама, действительно драма. Потому что тентуют в такой вишнево-ягодный оттенок. И нужно прям наносить по контуру, чтобы потом не получилось вот такое все затинтованное. Классные масла. Они не так сильно увлажняют, например, как Fenty. Fenty, наверное, самый увлажняющий даже по сравнению с Dior. Но эти масла увлажняют на уровне Dior, плюс еще и гораздо лучше тентуют. Следующее, к чему наверняка многие физически и морально не готовы, это Dark Plump от бренда NYX. Я сама побаивалась, но на самом деле это еще не самая пикучая помада из тех, которые я пробовала. Да, она подпекает, она очень глянцевая, она очень плотная по оттенку. То есть цвет действительно такой, как вы видите в упаковке. И визуально губы кажутся, ну как увеличены. И это тоже настолько красивый оттенок. 09 Striker Rose. Но я бы сказала, что это не просто пыльная роза. Здесь всякого там намешано. И когда я была накрашена этим средством, тоже, боже, как красиво я с вами согласна. Там есть разные оттенки, на самом деле. Выбирайте такой, как нравится вам на себе. Но я, опять же, попала в яблочко. Когда не хочется тратить время на макияж глаз, а я сейчас очень часто выбираю что-то супер простое и быстрое, подчеркиваем губы, и мы просто звезда. Это долго держится. Это действительно насыщенный оттенок на губах. Это не стягивает. Но пекучесть, конечно, есть. Она со временем проходит. Если вам такое не нравится, то ни в коем случае. Если вы готовы экспериментировать, то вам по этому адресу. Если же вы не готовы к чему-то пекучему, то мне еще нравятся вот такие лаки для губ. Это тоже глянцевая плотная помада. В оттенке 0,30. И она чем-то напоминает мне Armani. Такая персиково-розовая, очень красивая. Она посветлее и не такая даже насыщенная, как от NYX. Но хорошо держится на губах, очень красиво выглядит. И приятно наносится. Цвета больше в NYX, согласна. Но это не печет. Мы с вами немножко застряли в помадах. У меня много всего. Но это, правда, одна из моих самых любимых категорий. И я сейчас влюблена в оттенок бургунди. И все, что вокруг этого, что с этим сочетается. И помада, которая у меня очень давно. Это L'Oreal оттенок 602. И это, знаете, такая лилово-пыльно-розово-коричневая помада, которая плотно ложится на губы с холодным подтоном. И мне кажется, что такой цвет делает меня ярче. Я вот просматриваю свои старые фотографии. Я раньше часто выбирала такие оттенки. И как раз с бургунди это прям то, что доктор прописал. Помада достаточно стойкая, с каким-то карандашом. Очень плотная по цвету. Возможно, вы тоже до сих пор любите такое. Она чем-то напоминает Sephora 13 и даже то, что у меня сейчас на губах. А это карандаш Eveline и, кстати, румяна от Road. Вы не поверите, но я в последнее время настолько обленилась. И даже мне особо и не нравится яркий макияж глаз. Я помню, я накрасилась для видео. Я как-то смотрела на себя. Мне кажется, меня это делает старше, что ли. И это уже не совсем актуально. Я могу добавить что-то сияющее на глаза, но в основном это какой-то монохром. Я использую или бронзер для того, чтобы как-то очертить складку века. И даже наношу на все века, в принципе. Это может быть как жидкий, так и сухой бронзер. У меня есть корейская палитра. Но также очень часто раньше пользовалась вот этой палеткой. От бренда Eveline. Здесь есть все необходимое для любого макияжа глаз на каждый день. Это But Why Not. Я уверена, что она у многих из вас есть. И если вы не планируете покупать то, что я покажу дальше, то в принципе вы можете добиться такого же эффекта при помощи этих теней. Ну, плюс-минус того же. В общем, я тут насмотрелась всякого разного. И купила самые дорогие тени в моей косметичке. Тени однушки. Мне было настолько интересно, что же это такое, с чем его едят, и почему все так этим восхищаются. Если бы я жила в Америке, я это купила бы за разумную цену. У нас, к сожалению, не представлен бренд Merit. Поэтому я опять-таки переплатила, но хоть не зря. И в принципе аналогов я не знаю. Это, с одной стороны, кремовые тени. Кстати, взяла их в одном из самых популярных оттенков студио. Сегодня эти тени у меня на глазах. И мой макияж стал еще проще. Я сначала испугалась, что эти тени как будто вот такие рыжие в упаковке. Но когда ты наносишь их на глаза, получается вот нечто такое. Но самое классное в них то, что они кремовые, ты наносишь их, и они превращаются в пудровые тени. Они самофиксируются, они могут быть базой, они могут быть монотенями, как сейчас люблю я. И они настолько быстро втушевываются в кожу, что это что-то гениальное. Я подписываюсь под всеми позитивными обзорами, во всяком случае, на этот оттенок. Если вы живете в той стране, где это продается, я вам очень советую попробовать это. Румяна, помада, эти тени на глаза вам больше не надо на каждый день. Это очень просто. Это так легко. Это стойко. Это очень стильно. И мне сейчас нравится вот такой мега простой макияж. И если хочется сухие текстуры, то опять-таки беру нечто похожее, как-то миксую, да, и получаю на выходе плюс-минус то же самое. Но сейчас, когда я буду ехать в поездку, и мне нужно будет собрать компактную косметичку, я однозначно возьму только эти тени. Оттенок Studio. С вот таким мономакияжем глаз. Мне нравится делать микрострелку. Но я искала себе коричневую подводку, потому что тени иногда могут где-то осыпаться. Хотя тенями из палетки Everlane я тоже максимально часто делала стрелки. Если уж рисовала, то выбирала эти тени. Но у Everlane тоже вышла жидкая подводка красивого коричневого цвета. Она по плотности, конечно, не такая же, как, например, гелевая какая-то шоколадная. Но это очень хорошая коричневая подводка на каждый день. Можно нарисовать тонкие аккуратные стрелки или наоборот все, что захотите. Даже что-то фигурное здесь мега удобная кисточка вот эта. Она фетровая. Но тоже, знаете, не растопыривается как-то во что-то такое. Не в какую-то щетку. Она у меня давно и тоже часто пользуюсь вот этой подводкой. В последнее время место теней. Это удобно, это стойко и цвет красивый. В новом сезоне еще больше, чем помада, я люблю менять румяна. И у меня здесь такой очень разнообразный выбор. Давайте начнем с Роуд. Я показывала вам свое первое впечатление. Это действительно классное средство. Правда, упаковка, вот хотелось бы, чтобы она была помассивнее, что ли, потяжелее. Вот, чтобы пластик был более качественным, потому что это все быстро царапается. Опять-таки, я переплатила. Ну да ладно. У меня оттенок Sleepy Girl. То есть, такой вот, знаете, пыльно-розово-коричневый, что-то такое. Очень интересно выглядит на лице. Это очень кремовая румяна. Они классно наносятся. Они дают такой, знаете, полупрозрачный оттенок. Несмотря на цвет, как бы в упаковке. Я наношу это все прям по лицу распределяю и на губы. Для меня это многофункциональное средство. Но это чем-то похоже на помаду, если честно. Если вы хотите добиться такого же эффекта, то можно взять помаду кремовую в таком цвете. Коих миллион на рынке. И получится, в принципе, то же самое. Вопрос в том, как ваша кожа среагирует на помаду. Я все-таки надеюсь на то, что это было разработано для лица. И что это не вызовет каких-то проблем с кожей. У меня все окей. При том, что я склонна к высыпаниям. И я кайфую от нанесения, от цвета, от того, что сразу везде намазала. И даже в качестве теней так немного оттенить складку века. Очень здорово. Оттенок гениальный. И, конечно, я продолжу пользоваться всеми своими ярко-розовыми румянами на осень. И тот тип макияжа, который мне сейчас нравится, такой как бы монохром, все-таки склоняет меня к тому, чтобы продолжить пользоваться тем, что у меня есть. И кое-чем новым. Чем можно заменить эти румяна от Роуд? И особенно, учитывая то, что многим не нравятся кремовые румяна. Они на них не держатся. Очень мне нравятся румяна от бренда Диор. Роузи Глоу, которые. И мой оттенок 012 Роузвуд. То есть, видите, он такой тоже неоднозначный. Он отличается по цвету. Я согласна, я как бы не дольтоник. Но все равно на лице это тоже такой вот, знаете, красивый лоск. То есть, это румяна, которые придают немножко свечения. Но тут нет никаких блесток. Плюс это оттенок, как будто мы слегка подпеклись на солнце. И плюс румянец. Это румяна, которые вот точно так не передаются на лицо. Я беру кисть с натуральным ворсом, и сегодня они на мне. Только учитывайте то, что у меня здесь больше света, потому что здесь второе окно. Поэтому кажется, что возможно, что здесь чуть темнее. Но на самом деле все однородно в реальной жизни. Вместе с бронзером очень интересно выглядит. И такого же плана тени тоже часто использую. К ним мы сейчас перейдем. Из более доступного сегмента это румяна от бренда Misha. И тут тоже все по-корейски. Сегодня никто не хочет, чтобы я называла цвета. Ну, заглядываем в инфобокс. Они, конечно же, чуть другие. И на лице они, знаете, как будто теплее. Ну, это видно тоже. Знаете, как персик с чайной розой. И смешать понравится тем, кто любит что-то такое. На мне они явно тепловатые. И когда я в последний раз накрасила их на щеки и на глаза в качестве теней на 1 сентября, я заработала много комплиментов. Что у тебя за тени и так далее. Потому что выглядит очень интересно. И также можно сказать, что этот оттенок, растушеванный на щеках, чем-то напоминает по цвету мои любимые румяна от MAC Blush Baby, которые я часто использую именно в холодное время года. Очень стильные румяны. Они всегда такие полупрозрачные на щеках. Они такие, как в упаковке. Ну, короче, вы видите, как я выгляжу в своих там влогах, в своих видео. Это никогда не вот такие вот щеки. Это всегда очень что-то такое легкое, оттеночное. И еще одни румяна, которые вам тоже очень сильно понравились в дуэте с помадой от NYX. У меня был такой образ. Очень свежий и суперпростой макияж. Это румяна от бренда Armani. Я тоже купила их зимой, тогда, когда они запускались у нас в Польше. Вот такие ягодные. И они шелковистые. Они темные в упаковке. Ну, на лицо наносится вот столько, сколько вам нужно будет. Можно наслоить. Можно выбрать посветлее оттенок. Там был такой вот прям суперходовой и очень яркий розовый, мега модный. А я взяла что-то, чего у меня нет от других брендов. Плюс вот такой оттенок прям суперски сочетается с теми помадами, с теми цветами, которые я часто выбираю для себя. Плюс это сатиновые румяна, которые не подчеркивают как-то, знаете, неровности кожи. Если есть уже первые признаки старения или, в принципе, вот такая уводающая кожа уже, да, которую не хочется как-то портить при помощи суперсияющих текстур, то сатиновые румяна – это как раз то, что вам нужно, если вы любите не меловые, а вот такие с небольшим, очень красивым, освежающим финишем. Ну, а теперь переходим к ароматам. Я долго не могла найти какой-то и женственный, и такой позитивный аромат, вы знаете, аромат счастья. И, наконец-то, я его повстречала. И настолько сильно его захотела, что уже полноразмерная версия едет ко мне, мы вместе с вами обязательно сделаем распаковку. Но я не могла не включить его в этот ролик. Это Марк Антуан Баруа Тилия. Пожалуй, это самый громкий запуск этого года. Это аромат, который будут хотеть, наверное, даже больше, чем Бакара, потому что Бакара, она такая специфическая, но она тоже имеет своих поклонников, честно говоря, и Бакару я бы тоже заказала. Если вы хотите, вы можете заказать на мейкапе пробник для того, чтобы познакомиться, поносить, послушать. И это очень экономный аромат, он с таким невероятным шлейфом. И, возможно, вы с этим не сталкиваетесь, но, может быть, потому что многие знают, что я где-то там занимаюсь косметикой. Мне не просто делают за него комплименты, у меня спрашивают, а что это? Помимо моего мужа, это было 4 человека, а я купила себе артливант не так давно. То есть это аромат, который обращает на себя внимание. Это аромат, который дарит нам радость бытия. Что в нем интересного? Если говорить коротко и не вглубляться во все эти пирамиды, хотя я обязательно вам прикреплю ее, для меня это липовый чай с медом. И для меня это аромат, который... Боже, у меня аж мурашки, которые, честное слово, которые переносят меня в детство, в это беззаботное время, когда ни жара нам не мешала, когда не было никаких забот. И одна моя бабушка, тоже, кстати, из Черниговской области, она жила в Новгород-Северске. И мы приезжали туда с двоюродной сестрой. Я обожала проводить там время, особенно если была двоюродная сестра, я прям летела туда, теряя тапки. И вот выходя из дома, бабушке там пройти несколько метров, может, метров 10-20, не знаю, так на глаз, да, там был парк у кинотеатра, и там росло очень много лип. И мы там столько играли в бадминтон. Мы катались там на велосипедах, мы катались на роликах. И, в принципе, куда бы мы ни шли, мы всегда проходили через этот парк. А еще мы собирали липу и заваривали из нее чай. Это все подсыхало дело, да? И мы такими прям большими пакетами собирали это все. А еще у той же бабушки липа росла прямо на территории двора. И то ли она упала, я сейчас не помню, то ли она уже начала засыхать. В общем, ее спилили, и мы обрывали все дерево, собирали эту липу. И для меня, в принципе, аромат липа, ассоциация с чем-то таким очень приятным, хорошим. И плюс у меня еще, знаете, какие-то вот такие детские воспоминания. Я обожаю свое детство. Я благодарна своим родным за то, что оно было таким. И этот аромат, он, правда, вот знаете, и многогранный, и липы здесь на самом деле не то чтобы и много. Кто-то ее, возможно, не ощущает прям так интенсивно на себе. Да, это липа с медом. Это и что-то свежее. Это многогранный аромат, который не бьет в нос прям вот, знаете, таким липко-сладким медом. Здесь все в меру. И он оставляет такой красивый шлейф. И здесь есть немножко жасмина, но он не такой яркий, как, например, в других ароматах, как в том же Armani Coat, который мне нравится. Но это прям, знаете, такой сексуальный, женственный аромат, успешные женщины. А это аромат, который не будет сшибать всех на повал вашей успешностью, богатством и еще чем-то. и той же женственностью. Он очень мягкий. Он не будет так сильно раздражать вашего собеседника. Это аромат, которым можно пользоваться в принципе в любых условиях. Только не борщите, потому что он очень звонкий. Если вы не любите сладкие ароматы, то возможно вам не по этому адресу. Но всем, кто любит желтые цветы, такую умеренную сладость, что-то уютное, укутывающее. И здесь, несмотря на сладость, есть что-то свежее. И я не знаю, как им удалось это сделать, но этот аромат не такой, вот знаете, как все цветочные. В нем есть что-то по-настоящему радостное. И не зря его так многие хвалят. И вот даже если вы хотели бы что-то такое тепло-сладкое на холодное время года, но в основном все такие драматичные ароматы с цветами, с вот этими мускусами. Особенно если вы не любите восточные, вы ищите что-то посвежее, вам тилия очень понравится. И я считаю, что на горячее лето это было бы слишком. Особенно если пользуешься общественным транспортом, если работаешь в большом коллективе, вы можете всех убить на повал. Но вот когда становится прохладно, а у нас начало осени, наконец-то первый прохладный день, чему я очень рада. И вот эта холодная зима, когда хочется больше уюта. И ты можешь себе позволить такой аромат, который будет слаще, чем какие-то там травянистые зеленые или там фруктово-ягодные, скажем, которыми мы зачастую пользуемся в теплое время года. Вот это прям отменный выбор на осень, зиму, начало весны. Ну а если вы смельчак, то можете пользоваться даже летом. И я жду, не дождусь, когда посылка ко мне приедет. Это аромат хорошего настроения. Ты вот беззаботного детства. Это вот если любите липовые чай с медом, это вам понравится, подойдет и будете вспоминать меня добрым словом. Аромат не дешевый, конечно же. Поэтому вначале советую вам приобрести пробник. Я заказала на мейкапе. Жду, когда мама привезет мне его, потому что на польском мейкапе пока что его нет. Но я думаю, сейчас снова разберут, и я нигде его не куплю. О нем сейчас много кто говорит. И поверьте мне, не зря. Его как минимум стоит попробовать. Здесь нет никаких бинтов. Несмотря на то, что это ниша, многие будут хотеть его в качестве подарка для себя любимой на какой-то праздник. И он действительно фантастически красив. И подчеркивает женственность. Какой-то такой уют, что ли. Плюс на мейкапе еще и самая такая нормальная цена на него. И он был в наличии. Поэтому я попросила маму, чтобы она привезла мне его. И совсем скоро увидимся. Так как сказала, покажу вам, как это все выглядит в полном размере. В такой реально виртуальной нашей с вами жизни здесь на канале. Второй аромат от бренда Boha Boha. Он тоже представлен на мейкапе. Но именно этого нет. Wet Cherry. И это вишенка. Причем, несмотря на то, что это аромат унисекс. И мне кажется, что он все-таки более женский. Так же, как тилия. Тилия является ароматом и для мужчин, и для женщин. Но для меня это более женская история, скажем так. В общем, Wet Cherry. Для меня это самое красивое, приятное и по-настоящему вишневое прочтение в аромате. Он более сладкий, чем предыдущий. Он более насыщенный, такой густой. И по сравнению с Lost Cherry, например, от Tom Ford, это мне нравится больше. И знаете, какая у меня ассоциация? Это холод, мороз. Ко мне приехала подружка. Моя такая боевая подруга, с которой мы вместе с трех лет. И мы до сих пор прекрасно дружим. Сейчас видимся реже, но тем не менее. И вот это холодина в Кракове. У нас очень часто такая неприятная погода во время зимних праздников. И мы идем в пьяную вишню. В Кракове у нас тоже есть пьяная вишня. Но это аромат без алкоголя скорее. Алкоголя мне здесь не хватает. Но вот это тоже что-то сладкое, вишневое. Очень приятное аромат. Хорошего настроения, холодного времени года. Аромат, который порадует вас, даже когда за окном нет нормальной зимы. А какая это слякоть? А у вас просто праздник, пьяная вишня, хорошее настроение, без перебора. В общем, аромат очень приятный. И это такая манящая, уже более сексуальная вишня. По сравнению с стилем, в принципе, аромат совершенно другого настроения. Такого веселья, секси. Очень классный, стильный. Но его нужно носить в небольшом количестве. Иначе он будет более убийственным, чем та же тилия. Хочу себе самый маленький какой-то формат. Пока что не нашла его. Но займусь этим обязательно. Потому что сейчас, в холодное время года, хорошее настроение еще никому не помешало. Ну и, конечно же, если за окном не слякоть, а нормальная зима. Снег, мороз. И вы с бокальчиком пьяной вишни. Но, мне кажется, от этого мало кто может отказаться. А если бы пьяная вишня была еще и безалкогольной, то это двойное бинго. Очень приятный аромат. Будем искать. Из ухода у меня будет всего несколько рекомендаций. Именно на холодный сезон. Это то, что может подойти очень многим. И, возможно, даже кого-то спасти. Во-первых, именно в холодное время года я всегда отдаю предпочтение каким-то таким более улажняющим тонерам. Даже не просто тоникам. Я, конечно, купила себе новое средство с расчетом на то, что оно подойдет мне на осень и зиму. Но пока что я не совсем его поняла. Поэтому буду говорить только об одном. Мне также очень нравился рисовый тонер от бренда I'm From. Можете его взять на заметку. Но вообще самое гениальное средство от бренда Selly Max это Dual Barrier. Даже могу вам сказать, что если хотели бы познакомиться с этим брендом, попробовать что-то, то зимой вы будете в восторге. Я, в принципе, целый год практически пользовалась им. Линейка Dual Barrier с комплексом церамидов. И если, например, у вас есть какой-то крем, и вы хотели бы тонер, который даже способен увлажнить вам кожу уже перед нанесением крема, это действительно, знаете, такая окклюзия на вашем лице. Что-то, что уже на старте не просто дает хорошую проходимость сыворотки в последующем этапе и крему. Этого уже летом, вот мне было достаточно, я на один тонер наносила SPF. Все. А зимой вы можете сделать такой слоеный пирог для того, чтобы максимально не просто увлажнить вашу кожу, для того, чтобы защитить ее от ветра, мороза и отопления. Тоже негативно сказывается на нашем теле, на коже, в принципе, не только на лице. Но говоря о лице, вот это очень хорошая вещь. И у меня был пробник Glazing Milk от бренда Роуд. Я могу сказать, что это очень похоже, и в принципе, я бы даже больше отдала предпочтение именно Селимакс. Также стоит сказать то, что он не имеет никакой отдушки. И средства Селимакс делают вот этот эффект глаз скин, на который многие средства для ухода просто-напросто не способны. А крем вы можете наносить даже под глаза, тоже не имеет никакой отдушки, у него очень приятная текстура. И вот этот дуэт отменно себя покажет на каждом типе кожи, кто нуждается в восстановлении защитного барьера и всего того, что я перечислила ранее. Если вы хотели бы купить что-то новое для себя, то есть бренд Ice Tura. Вот такой крем. И он не просто увлажняющий, он тоже с укреплением защитного барьера, с восстановлением для сухой и чувствительной кожи. И очень интересно то, что у него текстура такая неоднородная, как будто с какими-то пупырками. Но когда ты это распределяешь, вот прям сейчас хорошо видно, но я вам вблизи покажу. Это все смешивается, и крем чуть более плотный, чем Селимакс. Но он без какой-либо отдушки, он очень хорошо восстанавливает кожу. И на ночь можете его использовать после каких-то активов, особенно, если где-то что-то пересохло, например, нос там обветрился, вы там приболели, какие-то шелушения появились, тоже можете наносить на шелушащиеся участки. Это вам поможет. Когда у меня сильно обветрились руки, я даже на руки его использовала. Здесь большой объем, целых 80 мл. Его обожают фанаты корейской косметики и также, в принципе, кореянки. Я смотрю, чем они там пользуются. Очень часто он во всех подборках топовых средств. И не просто так. Далее достаточно специфический продукт, но стоит его упомянуть здесь, потому что вот он делает эффект вау. Это ночная маска от бренда Абиб. Она гелевая, причем гель такой плотный, тянущийся. Вот прям, видите, он такой. И я попробовала с ним спать, с ней, с маской. И хочу вам сказать, что это не самое приятное впечатление, потому что ты наносишь эту маску на лицо, особенно если сделать вот именно маску-маску, так плотненько, да, она не впитывается под ноль. То есть ты будешь липнуть ко всему. Твои волосы прилипнут к тебе, к лицу. Ты прилипнешь к подушке, но утром ты просыпаешься просто как новый человек. Все покраснения уходят. Это восстанавливающая маска, скажем так, питательно-увлажняющая. Но я все же склоняюсь к тому, что она еще успокаивающая и вообще восстанавливающая на миллион процентов. Маска с пробиотиками, с рисовым экстрактом, но на самом деле я не хотела бы вам советовать ее наносить именно на ночь. Если, например, у вас там выходной день, вы никуда не спешите, нанесите хотя бы на час, поносите ее. Если у вас красное лицо там от чего угодно, от погоды, от каких-то там средств, которые вам не подошли. Если у вас реакция на ретинол, еще что-то, наносим. Минимум на час выдержите, походите с ней, необязательно с ней спать. Если у вас, например, там полдня, вы убираетесь, и вам вообще, в принципе, не нужно куда-то марафетиться, тоже нанесите ее на максимальное количество времени, которое у вас есть. Если вы вернулись домой после рабочего дня, там неважно, да, смыли косметику и наносим до тех пор, пока не ложимся спать. Дальше смыли, нанесли свой уход, а возможно вам это и не понадобится. Утром я проснулась, девчонки, я вчера ужасно себя чувствовала, у меня были какие-то покраснения на лице и вообще. Я проснулась, я глянула, думаю, блин, magic, ну вот серьезно. Но на ночь это не очень приятно. И я должна сказать, я буду использовать эту маску в паре с патчами под глаза, с коллагеновыми от того же бренда Абиб. Очень классная. Правда, только знаете, что эти патчи, они пропитаны сильно эссенцией, патчи под глаза. И вот если нанести крем под глаза и дальше приклеить патч, а потом снять и попробовать накраситься, это все может кататься. Поэтому я сначала делаю патчи, потом наношу крем, дораспределяю эссенцию, которая остается. То есть это все не впитывается прям под ноль, да. И патчи у меня ни разу не засыхали. Вот знаете, как обычные коллагеновые патчи под глаза наклеишь, они засыхают, потом вытягивают всю влагу, которая у тебя была изначально под глазами. Это хорошо убирает припухлости. И вообще вот я даже наклеиваю эти патчи утром, иду гулять, потом возвращаюсь, снимаю их. Они прозрачные, меня тут кто видит на лугу, но может кто-то, кто гуляет с собакой. Очень классно освежают, увлажняют, подтягивают кожу. Вот это дуо я теперь буду использовать вообще в разное время, дня и ночи, вечера точнее. Наносить вместе маску на все лицо, патчи под глаза, для того, чтобы напитать, восстановить кожу. Очень хорошие. Со своими какими-то нюансами, и не совсем на ночь, но правда эффект вау, особенно от маски. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Вся информация, все ссылки будут ждать вас в инфобоксе, если не поместится, то в верхнем. В закрепленном комментарии будет продолжение. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока, увидимся совсем скоро.